Слушай, какой красивей женщина! Подходи, покупай дыня, вкусная, сочная, как персик. Дыня, как персик, представляешь, на всем рынке нет только у меня. Скушаешь мою дыню, будешь такая же красивая и вкусная. Андрюш, это ты? Это я, Анна. Привет! Первый раз вижу блондина с таким акцентом. Ну, чего не сделаешь ради того, чтобы продать вот этот ввоз дыни? Ну, у тебя очень хорошо получается. Вот казалось бы, что сложно выбрать дыню? Посмотрела, понюхала, постучала. Кажется, хорошая? Приносишь домой, она невкусная или вообще зеленая? Правильно выбирать дыню нас сегодня научит Андрей Бабаев. Самое главное, можно дыню купить. Кроме того, что она может быть гнилая, невкусная, без запаха, главный враг – это нитриты и нитраты, которые будут находиться в этой дыне. Нитраты превращаются в нашем организме в нитриты, после чего они накапливаются в разных органах, особенно в печени. А как мы знаем, нитриты – это мощнейшие канцерогены, особенно если это ранние урожаи, в них очень будет большое количество нитратов, и мы будем страдать. И сегодня ты научишь нас, как отличать хорошую, полезную дыню от дыни, в которой есть нитриты, а значит, это для нас опасно нитритами. Раскрою все секреты, покажу дыню изнутри, и как можно будет выбрать тот продукт, который нам не навредит. Смачную, поживную и полезную дыню полюбляют и дорослые, и маленькие. Мало кто знает, что дыня не фрукт и не ягода, а овощ – близкая родичка обычных огурьков. Благодаря на витамины, минералы и клетковину, дыня не обеакцинается арабскими краинами. Там ей даже надают священное значение. Арабы верят, что дыня была принесена янголами из раю, а трещинки на ее шкорце и хитромудрый узор – это зашифрованное Всевышнему послание к людей. Женки уже несколько столетий ворожать на шкорках этих солнечных плодов. А вот французам она так стала поперек горла, что ее даже засудили. Иснует легенда, что как-то королю Франции Генриху IV после сытной вечерки стало недобре. Оскольки последнюю была съедена дыня, она и потрапила под суд. Была проклята и заборонена для вживания всем королевским двором. Втім, ненадолго. Сьогодні наличуется величезная количество сортов дыня, разной формы, довжины и смаку. Деякие плоды имеют смак полуницы, або ж форму огурьков, сягают довжиною близко двух метров и вагой за обежки 15 килограммов. Проте, какие еще таемницы приховывает эрейский плит, дизнаемося далее. Прежде чем мы начнем обсуждать эту важную жизненно важную тему, я хотела бы сказать тебе несколько комплиментов по поводу твоего внешнего вида. Вот ты каждый раз появляешься в новом наряде, а тебе все идет и идет. Это что же такое? Стараюсь. Веселая рубашка, шорты в клеточку, даже вот эта сумка на поясе. Ну вот как будто бы ты так и родился. Там очень много денег, я стараюсь не отставать от тебя, чтобы составлять тебе компанию. А теперь возвращаемся к дыням. Действительно ли так много опасностей подстерегает нас тот момент, когда мы приходим выбирать дыньку на рынке, например? Есть статистика. 2011 год. Трое детей умерли даже от того, что съели некачественную дыню. И 17 человек в тот же момент попало в больницу. То есть дыня может оказаться смертельно опасной для нас, а главное для наших детей? Поговорим о тех ошибках, которые совершают многие люди при выборе дыни. Ну и конечно же самое главное, мы сегодня разберемся, что общего у дыни и краски для волос. Дождитесь, будет очень интересно и познавательно. Давай теперь начнем с внешнего вида, потому что именно так вначале мы дыню и выбираем. Выбери ту дыню, которая тебе нравится. Можно сейчас это сделать? Конечно, можно сделать. Ты меня не отвлекай. Мне сейчас нужно сосредоточиться. Пусть будет эта небольшая дынька. Так. Я вот выбрала эту дыньку, потому что она хорошего, ровного, желтого цвета. Да, это абсолютно верно. Поверхность должна быть желтого цвета, равномерного окраса. Но вдруг вы на поверхности, на вот такой красивой желтой дыне, увидели зеленое пятно. Ну, к примеру, такое. Это говорит о том, что эта дыня все-таки зеленая, она еще не дозрела. Так это легкая подсказка. Сразу ясно, что эту дыню лучше не брать, да? Да, но могут убеждать, что дыня мягкая, цвет красивый. То есть совсем не так. Дыня могла уже перележать и прийти в консистенцию нормальной спелой дыни. То есть это абсолютно неверно. Зеленое пятно – признак того, что дыня все-таки не созрела. Но бывает на дыне желтого хорошего цвета такие коричневые или сероватые пятна? Действительно. Давай мы найдем такую дыню. Ну, вот, к примеру, вот этот вариант. Вот коричневые, сероватые пятна. Это говорит о том, что дыня уже начала немного просто подгнивать. Многие думают, что это признак спелости, дынька уже мягкая. Но это то же самое, что гнилое яблоко, либо же гнилая груша, любой гнилой фрукт. Нельзя сказать, что это опасно, но, тем не менее, если разрезать эту дыню и оставить ее на солнце, то есть микроорганизмы, бактерии будут в ней намного быстрее развиваться, нежели в обычной нормальной дыне. И еще хотелось бы сказать, что дыня с такими коричневыми вмятинами и пятнами, она будет горчить больше, чем остальная другая дыня. А есть ли на дыне трещины или царапины? Значит, есть ли на дыне трещины или царапины? Давай мы найдем эту дыню. Вот дыня с трещиной, вот дыня с царапиной. Лучше такую дыню не покупать. В местах трещин и царапин могут собираться разные бактерии, очень много может быть пыли. Ну и, соответственно, продавцы могут брать эту дыню минимум грязными руками, и, соответственно, все это мы можем потом кушать. Андрюш, ты меня не сбивай с толку. Вот такие вот дыни, на которых вот кажется, что есть царапины, на самом деле это такой сорт, я знаю. Они бывают очень вкусные. Это не об этих царапинах мы говорили. Действительно, это вкусный сорт. А есть еще вот подобные дыньки, на которых такие большие рубцы? Да, действительно, есть. Давай я тебе найду сейчас ее. Вот она. Это плохо? Нет, это абсолютно неплохо. Это говорит о том, что дыня когда-то была повреждена, но, тем не менее, сейчас она цельная, бактерий не было, грязь не попала, и она зажила. То есть это естественный какой-то процесс? Ничего опасного в этом нет. Ну, это дыньки целые, с ними уже более-менее все ясно. А бывает дыни, в супермаркете особенно такие продают, когда она разрезана, например, пополам, укутана в пищевую пленочку и продают. Можно покупать? Да, действительно, такие варианты есть. Вот я заготовил. Ты сегодня действительно как настоящий продавец дыни. Я ко всему подготовился, да, чтобы потребителям все рассказать. Ой, они так сразу вызывают аппетит. Но, тем не менее, дыня это цельный продукт, это цельный овощ. Если он уже разрезан, соответственно, он сразу теряет свои потребительские свойства. Тем более, в холодильнике дыню хранить нельзя, она выделяет этиленовый газ, мы об этом не раз говорили. Ну и плюс ее потребительские свойства там портятся. Дыня вообще какой-то удивительный продукт. Вот ее буквально есть нужно отдельно. Можно сказать, на дыньку мы посмотрели, внешне она нас устраивает, потом берем в руки. Какой хорошей дыней должна быть на ощупь? Не слишком твердой и не слишком мягкой. То есть, если дыня слишком твердая, и мы пальцем ее не можем даже продавить, это говорит о том, что дыня все-таки зеленая. Если дыня слишком мягкая и остаются следы от пальцев, соответственно, дыня уже подгнившая, и она, скорее всего, уже перезревшая. Перезрелая дыня не будет такой сочной и вкусной, как та, которая в самом соку, действительно. Действительно. То есть, это будет дыня, как многие называют, кашеобразной. Ну, может быть, и есть гурманы, любители, которые любят такие дыни, но ничего в ней вкусного уже нет, как ни дыни. Слушай, ты еще вот когда так хорошо рекламировал свои дыни, между прочим, медовые, как у тебя написано, ты говорил, что они такие ароматные. По аромату-то можно качество дыни определить? Действительно, благоухать. Будет пахнуть очень приятно, особенно в лучах летнего теплого солнца будет исходить приятный аромат. Но есть такие варианты дынь, виды дынь, которые практически не пахнут. То есть, ты ее нюхаешь, она вообще не пахнет. Почему она не пахнет, мы об этом поговорим немного попозже, но, тем не менее, такую дыню лучше не покупать. Эта дыня будет явно обработанная, и дыня будет, скорее всего, содержать в себе нитраты. На дыню мы давили, мы ее нюхали, а ее нужно обстукивать, как арбуз? Ну, тоже правило, что для арбуза она не действует. Если дыня будет звучать, звенеть, говорит о том, что дыня все-таки зеленая. И если дыня издает буквально такой средний, незвонкий стук, это уже говорит о том, что дыня спелая. А вот мы сейчас и сравним. То есть, эта дыня может быть зеленая и вялая, и поэтому... Стучит, а она зеленая. Она зеленая. Почему это происходит? Просто хвостики им перекручивают, и, соответственно, дыня не успевает дозреть естественным способом, она просто на солнце начинает немного вянуть. А это специально делают, да, чтобы она дольше хранилась, да? Это делают для того, чтобы из поля просто собрать два, а то три урожая за лето. А вот та дынька, которую я вначале выбрала, и ты сказал, что в целом я правильный выбор сделала. Постучи по своей дыне. Давай, не подведи. У меня спелая дыня. Стучу. Чувствуешь? Дыня издает глухой звук, соответственно, она спелая. То есть, выбор пока что по всем нашим параметрам ты сделала правильный. Но я так чувствую, что при выборе дынь нужно еще множество параметров учитывать. Вот, например, хвостик. Ты вскользь уже о нем сказал, что, оказывается, их перекручивают для того, чтобы собрать несколько урожая в дынь. А я могу по сухому хвостику судить о спелости дыни? Хвостик должен быть толстый, суховатый, но при основании, когда мы его надламываем, он должен быть немного влажный. Но часто попадаются дыни, у которых вообще нет хвостика. Его оторвали, наверное, заранее. Вот. Ну, как у людей есть голова и ноги, так и у дыни есть хвостик и носик. То есть, мы должны придавить на носик, если он слегка пружинит. Это говорит о том, что дынька нормальной зрелости, сочная и спелая. А если, допустим, совсем твердая, значит, это зеленая? Либо же это сорт такой попался, либо же она просто зеленая. Ну, кажется, дыню мы уже со всех сторон обсмотрели, выбрали хорошую. Но ты в самом начале сказал, что есть опасность, что в ней нитратов много. Как это определить, не отходя от прилавка? Попросить разрезать эту дыню. То есть, вот так половинку нужно увидеть, да? Половинку, либо же вот такой треугольничек, конечно, если он захочет на это пойти. В скибочку? В скибочку дыньки, да. На что здесь обращать внимание, чтобы избежать попадания нитратов в организм? Обращаем внимание, первое, на саму скибку и на продольные волокна. Вот смотри, на этой скибочке видны такие прожилки. Может быть, не сильно отчетливо, но они действительно есть. То есть, это говорит о том, что дыня была перекормлена нитратами или, скорее всего, селитрой. На что следует обратить еще внимание, это на семечки и на соединение семечек в мякотью дыни. И по этим признакам тоже можно определить, насколько дыня, так скажем, химическая? Да. Да. Эта дыня, я могу сразу констатировать, была недозревшая, потому что семечки ее неполные, они пустые. Да, неаппетитно как-то выглядит. И волокна тоже серые, то есть это говорит о том, что эта дыня уже была тоже подкормлена большим количеством нитратов. Если мы берем вот эту дыньку, тут серые косточки и неполные, здесь косточки желтоватого, приятного такого цвета, и они наполнены. Ну, вот это состояние косточек свидетельствует о том, что дыню сорвали незрелой, или также указывает на то, что ее подкармливали с лишним количеством удобрений? Ну, ты знаешь, это указывает и на то, и на то, потому что дыня недозрела, почему? Потому что ее подкармливали нитратами, чтобы она быстро выросла, и, соответственно, перекрутили хвостик, и она уже нас подвяла. Чем же так угрожают все-таки вот эти удобрения, которые попали в дыню нашему организму? Удобрения, которые используют для подкормки дыни, это в основном селитра. Отравление селитрой может вызывать головокружение, тошноту, рвоту, то есть неприятные состояния, вплоть до полуобморока. Но наверняка же у продавца дынь, так же и у любого другого продавца, должны быть какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что дыни были проверены надлежащим образом. Мы имеем право спросить такие документы, или этим бумагам не стоит доверять? Совершенно верно. Мы документы можем обязательно потребовать. Во-первых, можно спросить документы, сопроводительные на данную партию продукции. То есть что-то он должен допоказать. То есть хотя бы документы этого года. Судя по тому, что ты говоришь, уверенности в том, что эта дыня не содержит большого количества химикатов, после просмотра документов, к сожалению, не появится. Быть не может, да. Документы могут быть с одной партией на хорошую дыню, а дыня может быть завезена совсем другая. Если вот расстояние между кожурой и самой мякотью дыни будет желтоватого цвета, это полосочка 2-3 миллиметра примерно, это говорит о том, что тоже дыня подкармливалась нитратами. Если же полоска будет зеленого цвета, как вот в данном случае, да, вот она такая, это просто говорит о том, что дыня немного недозревшая. Ну, по-моему, зеленоватая дыня не так опасна, как дыня, подкармленная селитрой, о чем ты нам уже сегодня и рассказал. Но, судя по всему, дальше будут еще более ужасные откровения, потому что ты намекнул на то, что между краской для волос и дыней есть что-то общее. Ну, действительно, это так. В краске для волос и в удобрениях, которыми подкармливают дыню, есть один общий элемент. Я тебе сейчас его дам, я думаю, всем будет интересно, что это такое. Я как добросовестный продавец ношу все интересные элементы с собой. Алхимик. Алхимик. Как ты думаешь, что это? Понюхай. А это опасный элемент? То есть мне можно смело нюхать или как в химической лаборатории? Нет, ну, как в химической лаборатории. Помню, помню уроки химии. Фу. Ну, догадалась? Так, конечно, догадалась. Чувствуется сразу. Аммиак? Стойкий аммиак. Подожди, а откуда в дыне аммиак? Дыню обрабатывают селитрой, недобросовестные изощренные фермеры, обрабатывают ее мочевиной и, как ни странно, звучит даже мочой. А, соответственно, в этих продуктах, в этих удобрениях присутствует главный элемент, это аммиак. Подожди, а кто придумал, что дыню можно обрабатывать мочой? И самое главное, зачем это делать? Это как-то совсем уж ужасно и отвратительно. Ужасно и отвратительно, но, тем не менее, недавно выбирал дыню на рынке, выбрал вроде уже по всем параметрам красивую, сочную, яркую дыню. Тут проходит мимо меня мой друг-фермер, отдергивает меня, говорит, не покупай эту дыню. Я говорю, почему, как? Он отводит меня в сторону и говорит, что есть вид дыни, особенно если она очень яркая, очень красивая и блестящая, кожура твердая, дыня плотная и звенит хорошо. И она очень-очень сочная бывает. Да, если мы ее разрежем, она будет сочная, ароматная. Но снаружи она пахнет ничем не будет. Соответственно, эта дыня была уже обработана именно вот мочой, либо же мочевиной. Она придает дыне вот такой приятный, красивый, золотистый цвет. Как это физически может происходить? Значит, обрабатывают землю и некоторые фермеры вкалывают прямо в плодоножку мочу, либо же мочевину, чтобы так законсервировать дыню и сделать ее более приятной, аппетитной на внешний вид. Вот я тебе так, Андрей, скажу. Это самое ужасное, что я узнала о дынях за всю свою жизнь. И вот это я уже точно никогда не забуду. Мы же можем таким образом проверить дыню не только у прилавка, магазина или около лотка, но принести ее домой, даже самую хорошую, которую мы выбрали. И прежде чем есть, внимательно посмотреть, содержатся ли в ней нитраты по тем признакам, о которых ты нам сегодня рассказал. Ну, я думаю, что имея определенный навык, мы можем эту дыню просто вернуть этому продавцу и вернуть свои деньги. Совершенно верно. А как же правильно дыню хранить дома, чтобы она сохраняла все свои вкусовые качества? В темном, прохладном месте. То есть главное, чтобы не было прямого попадания солнечных лучей. Можно дыню также подвешивать в авоськах на балконе у себя в квартире. Какой хороший способ. А покупать где лучше дыни? Вот у таких продавцов симпатичных, как ты? Да. Не покупать дыню ни в коем случае, которая лежит на полу, которая продается рядом с автотрассами, потому что вся пыль, все тяжелые металлы, радионуклеиды, все они попадают на дыню, соответственно, напитываются. И мы получаем вредный продукт просто-напросто. Возникают гастриты, холециститы, ну, все неприятные заболевания, которые мы просто не хотели бы у себя иметь. Благодарю тебе, Андрей. Теперь я буду чувствовать себя более уверенной, когда пойду выбирать дыни. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями. Чтобы получить первые мои советы, подписывайся на наш канал.